Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре показ второй посылки из Германии и здесь антикварный фарфор. Шикарные яркие изделия от известных мануфактур. Красивая акцентная черная мокопара, вся увитая золотом и рельефная форма. Обратите внимание, какие ручки с ракалиями и юбочки. Здесь белоснежный фарфор. По клейму это Йоханн Зельдман. И это клеймо ставилось в 40-е годы. Здесь идет черный градиент, такие по кромкам, более темные оттенки, переходящие в сероватые. И все усыпано шикарным золочением 24 карата. Рыжечка здесь с такими красивыми рельефами в виде цветка и волнистыми краями. Декор полностью ручная роспись. Шикарное сочетание цветов и какая она лаконичная. Ну разве не восторг? А такой стиль у нас впервые в ассортименте. Это шкатулочка в виде яйца на таких шикарных ножках. Состояние великолепное. Здесь идет железная оправа с красивыми рельефами. Большое количество золота. И посмотрите на эту прекрасную бабочку. Тремовый фарфор. Цветочный декор. С двух сторон. Шикарное состояние. Шкатулочка великолепная. И такие прекрасные три ножки. Кстати, здесь в вставке бархатен, чтобы ничего не царапалось. Посмотрите на эту красоту. Встречали ли вы такие шкатулочки? Кстати, здесь очень хороший размер. То есть она не миниатюрная. Я лично влюблена в такое изделие. И подобное никогда не встречалось. Поэтому, если вас это интересовало, то пишите мне на ватсап. Такие изящные три ножки. Лапочки. Поговорим о серии тарелок. Женщина века. От художника Франсуа Гана. И это полностью ручная роспись. Это французский тонкий фарфор. Конечно, наша любимая мануфактура Лимош. Которая не так часто встречается в ассортименте. Смотрите на эти прекрасные тарелочки. С датировкой 1976 года. Дама из 1900 года. Платье. Шикарное. Мне нравится так вот эта брошь. Красивые цветовые сочетания. Серия нечасто встречаемая. Вот эта тарелочка мне очень нравится. Она в таком восточном стиле. Это 1910 год. Тоже с датировкой 1976 года. Посмотрите, какая красивая. Такие цвета. И представляете, это полностью ручная роспись. Серия состояла из 12 тарелочек. У нас в ассортименте представлены две. Ну какая же она очаровательная. На белоснежном парфоре. Прекрасная дама. Может вам не хватает вашу серию этих тарелочек. Они все с подвесом и номерные. Тем более авторские. И самое главное, я сейчас вам покажу. У меня есть оригинальные коробочки, которые пришли из Германии. От мануфактуры Лимош. А точнее от этих тарелок. Вы просто представьте себе. Также дополнительно есть все квитанции. И конечно сертификат. Вот этот сертификат. Бумажка здесь старая. С двух сторон как раз таки те самые тарелочки. И здесь уже вся информация про тарелочки. Красота. Смысл тарелок это изображение всех тенденций в моде. Ее изменения на фоне мировых событий и потрясений за 100 лет. Это период с 1865 в 1965 год. И это единственный выпуск по оригиналам французского художника Франсуа Ганна. Ну и самое удивительное. Эти тарелочки от одного человека. От доктора Миллера. Есть официальный сертификат. Кто приобрел. Какие именно номерные тарелочки. Таких сертификата два. Купленные тарелочки будут отправлены со всеми сертификатами. И в родной коробке. Это большая редкость. Состояние тарелок во-первых в идеале. А во-вторых изделие с родными коробками и сертификатами растет только в цене. То есть это коллекционный вид этих тарелочек. Поэтому если вас заинтересовало. То бежите мне на ватсап. Вот это прекрасная прорезная. С большим количеством золота. Но самое главное. Это те самые прекрасные ласточки по кромкам. Прорезной фарфор со всеми ракалиями. Такой красивый желтоватый кремовый оттенок. В золоте. Каждый цветочек в рельефе. Здесь используется 24 карата. Также дополнительно хочу отметить. Что каждая ласточка полностью вручную расписана. Такая тарелочка с двумя красивыми ручками. И она глубокая. Как такая сухарница. По клейму это удивительная мануфактура Наритаки. И да, она японская. И этому производству уже более 100 лет. И эта сухарница антикварная. Клейму такой ставилась в 1926 году. Я в руках держу настоящий антиквариат. Тот самый японский фарфор, который всегда отличается на просвет и на высокое качество. Но с таким декором мы с вами никогда не встречали подобные изделия. Такие колокольчики, как жаль, пришли к нам поздновато. Они такие рождественские. Это ангелочки. Видите, на эти лица. Есть подвесы. Просто красота. И это колокольчики. Ну, очаровательные девочки-ангелы. С такими крылышками. Просто прекрасные. Немножко поздно, но я думаю, такие изделия мы с вами уже и не встретим. Тем более, это колокольчики. И, кстати, девочки здесь абсолютно разные. Поэтому, если вас заинтересовали такие девочки-ангелы-колокольчики, то пишите мне на WhatsApp. Следующее изделие – это комплект из трех предметов. Именно моко. Идет шикарный, удивительный молочник. Сахарница такая низенькая. И моко-чашечка. Декор, опять же, очаровывает. Много золота. Рисунок. Такой медальон на дне. И, кстати, опять же, черное крытье. С таким красивым градиентом. Здесь золото расписано вручную. Это 24 карата. И опять такие фестоны. Декор, который хочется долго рассматривать. А какой же красивый медальон внутри. Сколько ж золота. Какая роскошь. Такие пары, кстати, очень удобно хранить, коллекционировать. Клеймо такое стояло в сороковые годы. Такая мука-пара. Можно приобрести отдельно. Но комплектом более удивительно будет смотреться. Посмотрите на это. Черное крытье. Золочение. Золотая ручка. Красивые рисунки цветочные. С золотом. На каждом предмете проставлено клеймо. И декор идет по всему изделию. Шикарный низенький молочник. И очень роскошная сахарница. С такой высокой ручкой на крышке. Разве это не красота? У меня просто нет слов. Посмотрите, сколько же здесь золота и росписи. Изделие очаровывает. Они великолепные. Кстати, немецкий черный фарфор с золотом. В градиенте смотрится великолепно. У нас такое в ассортименте впервые. Такая троечка предметов в наличии. Поэтому, если вас заинтересовало, то пишите мне на WhatsApp. Переходим дальше. К нашим любимым розеточкам. По форме вы, наверное, догадались, что это за мануфактура. И, конечно, это фюрстенберг. Шикарные розетки с растительным декором. И самое главное, каждая розетка, она индивидуальная. Вот эти цветы. Правда, я не знаю названия. Но какие же они пышные и белоснежные. Фиалки. Возможно, нарциссы. Каждая розеточка, она с высокими бортиками. В Германии такой комплект называется предлагаемый. А такая, кстати, когда-то встречалась у нас в ассортименте. И поехала к моей прекрасной подписчице. Шесть белоснежных розеток. Удивительного качества. Мануфактура Фюстенберг не такая часто встречаемая. И такие розеточки прекрасно подходят под котлеры. Антикварная чайная пара периода Артыко. С геометрическим рисунком. Эту пару я уже когда-то вам показывала. И вот к нам пришла такая вторая. Здесь прекрасная квадратная ручка. Шикарный золотой дукор с черным аднаментом. Чашечка по форме в виде бочки. И по клейму это, конечно, мануфактура Генрих. Старое клеймо, которое ставилось до 2020 года. Серия этой посуды называется Империал. Мой любимый стиль Артыко. Удивительно. Фарфор очень тонкий и сильно отличается на ощупь. А какая же здесь красивая квадратная ручка. Она вся в золоте и прекрасная сохранность. Бульонница. Наверное, по всем этим юбочкам и ракалиям, и, конечно, барочкам. Вы догадались, что это за мануфактура. Конечно же, это Веймар. Климо такое ставилось в 60-е, 70-е годы. Здесь удивительно все. Это белоснежный фарфор. В стиле барокко все ракалии. И все в золочении, чтобы еще больше показать и дать изделию объемности. Вот эти красивые ситцевые цветочки, которые идут с двух сторон. Такая бульонница. От Веймара у нас такое изделие впервые. Но самое удивительное, это декор внутри самого изделия. Прекрасные букетики, абсолютно разные. И на дне синенький цветочек. Все в золоте. Шикарное. И безумно красивые рельефы. Вашему вниманию представляю настольную лампу. Пикантная сцена. Сейчас я сниму абажур. Это как такая статуэтка, только от которой идет свет. Немецкая. К тому же встречались такие настольные лампы. И они поехали к моей прекрасной подписчице моего YouTube канала. И вот эта одна с парочкой. Дамы. Все платье в кружевах. Усыпано маленькими цветочками. И такой букетик в руках. Кавалер просто очаровательный. Красота. Все рельефы. Фестоны. Состояние идеальное. Без повреждений. Также есть клеймо в тесте. И пометка, что это Германия. Настольная лампа в идеале. То есть она без каких-либо повреждений работает. Оригинальный шнур даже с европейской розеткой. В комплекте поедет переходник, чтобы вам было сразу удобнее. Не надо нигде заказывать, покупать. Все это будет уже в комплекте. Роскошный светильник. Украсит любую спальню, туалетный столик. Следующая изделия. Это прорезная сухарница. С двумя ручками. С ракалиями. Здесь идут такие жемчужинки. Рельефы. И какой красивый букет. Розы с пионом. А точнее белая роза. И красивый розовый пион. Красота. Изделие это антикварное. С датировкой 1918 по 1920 год. Ну какие цветы? Разве это не великолепно? Шикарные рельефы. Жемчужинки. Букет, который хочется долго рассматривать. По кромкам идет также градиент. Такой желтоватый. На белом фарфоре. Сама нежность. И последние два изделия. Это то, что я хотела так сильно вам показать. Впервые в ассортименте. Они, кстати, не красные, а вишневые. Достаточно редкий цвет фарфора. Но он самый роскошный. Тарелочки эти немецкие. Они 27,5 см. В центре идут медальоны с птицами. С вазанами. Золотой декор по кромкам. В виде растительного рисунка. Золото здесь горит. И идет сыровка. В виде ободка. Тоже с растительным декором. Вокруг самих птичек. Такие фистоны. И объемные жемчужинки, которые чувствуются пальчиком. Эти тарелочки до 40-го года. Они очаровательные. Какое же здесь красивое вишневое крытье. Я такого никогда не встречала. Здесь участвовали две мануфактуры. Это Хученройтер. Самое белье расписывалось уже на другой мануфактуре. Ну, какова красота. Первая тарелочка с таким декором. А вторая такая же чудесная и удивительная. Ну, разве это не красота? Посмотрите, какой реалистичный декор. Птички будто настоящие. Я даже не знаю, может это была целая серия тарелок. Но вот у нас в ассортименте две. И они роскошные. Такой красоты у нас еще не было. Тарелочки очаровывают. Даже не передать словами, какое здесь качество. И полностью ручная роспись. 24 карата золота. Красота. Вот такие изделия были во второй части посылки. Лично я просто очарована и потрясена. Великолепные изделия. А главное, они уже антикварные. Надеюсь, видео вам понравилось. Если вас что-либо заинтересовало с этого ролика, то пишите мне на WhatsApp. Я лично не могу оторваться от этих прекрасных, роскошных тарелок. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы. И, конечно, цените то, что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи.